Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами, как всегда, Мигу и FIFA, и я хочу вам выразить свою благодарность, потому что мы достаточно легко и быстро, точнее, не мы, а вы тогда уже, да, набрали 10 лайков под карьерой за Зенит, и пока что тфу-тфу-тфу, карьера живет. Я думал, она сейчас с приходом карьера зрела, который там бомбанул по просмотрам, я думал, всё, Зенит сейчас потухнет, потому что как бы и ПЭЦ вроде уже сейчас никому не интереснее, раз есть FIFA, да, и так далее, но карьера за Зенит вроде как живет очень неплохо, опять же, тфу-тфу-тфу, и, в принципе, она даже немножко по просмотрам вверх пошла. И поэтому мы пока с вами работаем вот в таком немножко нещадящем режиме, потому что это веселье полное, когда надо за день записать видосы и его тут же смонтировать, но на это всё уходит часа по 3-4. Ну, короче, мы действуем в таком графике и видео, каждый день я стараюсь выпускать теперь, и пока у нас чередуются карьеры за Реал и карьера за Зенит. Если вы хотите больше видео, больше карьер, то обязательно влепите лайк перед началом данного видеоролика и подпишитесь на канал. Чем дальше мы движемся по сезону, тем горячее матчи, тем ближе развязочка, тем, наверное, больше криков будет моих, больше, и они будут всё более истерическими, потому что, ну, сегодня действительно криков будет хоть отбавляем. У нас сегодня полуфинал Кубка России против Ростова, дальше выезд на Этихад Стэдим к Мальчей Тер-Сити в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов. Ну и как маленький отходняк, если у Зенита будут силы после матча с Мальчей Тер-Сити, то это будет действительно отходняк. Если нет, то нам и с Тамбовым придётся попасть в чемпионате России. Я думаю, уже как минимум то, что мы вышли в четвертьфинал Лиги Чемпионов, уже полевом заслуживает вашего лайка. Ну это на мой взгляд. Значит, давайте посмотрим состав. Наш на сегодняшнюю игру. Каравай у него лучшая форма Бустас выходит вместо него. У всех остальных форма приличная, поэтому вот в таком составе мы сегодня отправимся на игру. Состав Ростова на ваших экранах. Там Шумуродов удивительно 79 в Рейтинге, ну и все остальные знакомые нам. Ребятки. Честно, мы играли с Ростовом последний раз, по-моему, так давно, что я даже уже не помню, как мы с ними сыграли. Ну это к слову, чтобы... Я не знаю, что они себе представляют. Помню, нет, 2-2 сыграли мы с ними. Было дело, когда у нас на дубль Шумуродова дублем ответил Дюба. Да, тогда было дело 2-2, но это было давно. И больше мы с Ростовом не играли. И вот судьба. Может, злодейка, может, нет. Но, в общем, судьба нас сводит в полуфинале Кубка России. Шумуродов разворачивается, бьёт в ближний и забивает! Эльдор Шумуродов! Честно, достаточно неожиданный гол. Но то, что он бил, то, что разворачивался, это понятно. Я просто не думал, что удар получится достаточно слабеньким. И то, что мяч всё-таки залетит в ворота. И 0-1. Вот так-то спокойные первые 15 минут получились. А в итоге мы пропускаем. Малком. Передача направо. Булстас. Прочнево Чернов. Булстас. Пытается раскрутить Чернова. Вырезает на дальнюю штангу! И не забивает Сердар Азмон. Убойнейший момент. Казалось, забивай в ближнюю девятку. Буквально вкладывай туда мяч. Но, к сожалению, не хватило точности Сердару. Ионов. Глебов. Передача. Ерёменко. Удар справа. Рикошет. И какой гол! И у «Зенита» большие проблемы. 0-2. Ростов. Обыгрывает «Зенит» к 23-й минуте в полуфинале Кубка России. Роман Ерёменко. Забивает. Но и не без доли везения, конечно, Ростов сумел забить этот гол. Удар поворотом. От Романа Ерёменко. Рикошет от защитника «Зенита». А в частности от Дэйна Ловрана. И мяч очень красиво закручивается в противоход Лунёву. И залетает в пустой угол. 0-2. И это уже серьёзно. Теряет мяч Азмун. Потолкаться хорошо Дзюба. Штрафной. Нет. Аздуев подбирает мяч. Удар в ближний. И спасает Егор Бабурин, который, сами знаете, когда-то был игроком «Зенита» тоже. Ярослав Ракицкий. Подачу штрафную. Азмун. И опять примерно в ту же точку летел мяч, что и в последнем ударе Сердара головой. Дрюси. Пас вперёд. Азмун. Хорошая позиция. Азмун. Забивать надо. Да, есть один. Хорош. Вытаскивает пятнистого из сетки. Сердар Азмун. Мы возвращаемся в эту игру. 32-я минута только. А у нас уже три забитых мяча. Так что этот полуфинал обещает быть очень жарким. И 1-2. Есть классный пас. Дрюси выдал в разрез Сердара Азмуну. И Сердар находится в окружении двоих защитников. Ростова спокойненько с правой ноги отправил мяч в ближний угол ворот Егора Бабурина. И сократил отставание в счёте до минимума. Опа. Рикошет. Азмун. Осипенко подкат. Грубый. В пределах правил говорит арбитр. Продолжается атака Зенита. Подачу штрафную. Азмун не попадает. Видите, вроде какая-то маленькая неразбериха была. И в итоге дело кончилось очень неточным ударом головой Сердара Азмуна. Дважды пролетел мимо. Дуглас Сантос. Ерёменко. 3-1. Ростов. Дубль Романа Ерёменко. Ну и как же здесь... Ну это нельзя было сказать, наверное, что это запланировано. Вряд ли кто-то скажет, что такое действие планировалось в исполнении Романа Ерёменко. Здесь, конечно, досадно, обидно. Сантос дважды пролетел мимо Ионова. Передача. И здесь пролетает мимо Магомед Аздуев. Причём пролетает так. И получается, что... Ерёменко ложный замах такой делал. Вот так ударил мимо по воздуху. На самом деле Аздуев пролетел мимо. И потом уже Ерёменко пробил по мячу и забил. 1-3. И опять серьёзное преимущество Ростова в два мяча. Подача ашам. Уродов! Лунёв спасает! Расстрел в упор. Отражается Андрей Лунёв. И опять нарушение правил. Последние два отбора Бариуса не с нарушением правил. И это очень опасный штрафной. Роман Ерёменко у мяча. Удар! Рикошет! Ракицкий головой выносит мяч. Ещё удар! Ерёменко! И на этом заканчивается первый тайм. 1-3. Пока Ростов обыгрывает Зенит в полуфинале Кубка России. По ударам абсолютное равенство после первого тайма. 6-6. Общие удары. 3-3. Удары в створ. Но, как мы видим, Ростов все свои три удара в створ забил. Ну, хотя как? Рикошет не считался. За удар в створ. За удар в створ засчитался вот этот удар, который Лунёв отразил. Хороший пас Ловрен! Ну, просто у нас уже безысходность. Действительно. И поэтому надо бы Ловрену уже начать идти в атаку. И там жить. И помогать нашим игрокам. Азмун разворот! Удар! Неа! Я вспомнил, как он хорошо так матчи со Спартаком сделал. Он туда тоже принял мяч штрафной. Стоя спиной к воротам. Одной рукой отталкивал Джики от себя. А ногой уже хорошо пробил. Но сейчас, к сожалению, не прокатил такой номер. Ионов. Шамуродов! Штанга спасает Денит! Это надо превращать сейчас в переломный момент. Надо! Сейчас надо идти и забивать. Хорошо, Азмун. Не, понимаешь, времени еще много. И то есть шансов должно быть много. Но так как Ловрен пошел в чужую штрафную, значит у нас очень уязвимая оборона. Теперь это будет достаточно тяжело обороняться! Азмун! Японаш, мать! Ну как он заколебал. Ладно, я не говорю про его удары головой сегодня, которые тоже летели мимо. Ладно, там вопросов нет. Козлов. Подача! Молодец, Лунев! Кулаком выбивает мяч. Такое ощущение, что Зенит сейчас может пропустить четвертый. Если они пропустят, то все. Крах их надеждам. Хорошо. Малком. В центр. Дюба еще. Ловрен! Ловрен! Возвращает интригу! В эту встречу Дэйн Ловрен! И у нас еще минут 25 примерно. 22 основные, плюс парочку, которые добавит главный арбитр сегодняшней встречи. Дэйн Ловрен! Дарит нам эту надежду пока что. 2-3. Ну и здесь здорово Дюба. Пяткой выкатил и Ловрен. Ну, кстати, попался к Бабурину по поводу этого удара, потому что Ловрен бил по центру практически. И как Бабурин такой удар не отразил, не знаю. Но и слава богу, что не отражает. 2-3 у нас появилась надежда. Но, чтобы эта надежда жила до последних секунд, сейчас надо делать замены. Сейчас надо играть в Абанг. Сейчас надо выпускать всех и вся. Кого видишь, кого можешь и кого не можешь тоже, в принципе. Подача. Глебов удар! И прощает нас Глебов. Это было очень близко. Но мяч проходит в чистых сантиметрах от штанги. Опять нас Ростов прощает. Я вот говорю, Ловрен хоть и пошел туда, к штрафной соперника, да. Чтобы там помогать нашей атаке. Но из-за этого мы ловим атаки на свои ворота. И все очень близко. И нас чудом пока прощают. И мы чудом не пропускаем гол, который может похоронить наши надежды. Дюба, ну ты-то куда? Я понимаю, возьму. Ладно, хрен бы с ним. Но Дюба, как ты-то не попал? Не знаю, поторопился ли Артем или нет. Там еще у него в центре был Бейли. Можно было ему откатить. С одной стороны. С другой стороны у Дюбы хорошая позиция была для удара. Ионов, Шамуродов, Еременко. Спасает Лунев. Удар еще Лунев. Брависсимо, Андрей. Теперь нам надо забивать сейчас после такого. Потому что, во-первых, времени у нас очень мало. Во-вторых, чтобы наказать Ростов за все те нереализованные шансы, которые они устроили. Дави до конца. Пять минут. Главное без паники. Потому что паника рождает суету и непонятные какие-то телодвижения. Которые нам сейчас не нужны. Хорошо пропустил. Ну как же. Ну, потолкаться. Перехват. Сутармин. Ловран. Бейли. 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 3-3. Сюда его. 3-3. Мы спасаемся пока что. Леон Бейли. Сработала заменка. Причем даже двойная заменка сработала. Сутармин. Который отнял этот мяч. Вот здесь он здорово поборолос. Отнял мяч. Отдал передачу Ловрану. Тот уже Бейли. Ну и Бейли. Аккуратненько в дальний угол. Переправляет этот мяч. 3-3. Камбэк Зенита. А вот теперь очень обидно будет. Если мы сейчас пропустим либо, не дай бог, на последних минутах матча. Либо там в дополнительное время. Это будет невероятно обидно. Штрафной был. Бариуса в спину толкнули. Алло. Шамуродов. Штанга. Опять вторая. Нас спасает. Подача. Шамуродов. Лунев. Да что творится сегодня? Ай да полуфинал. Хотя тут конечно не кричать ай да полуфинал. Тут посидеть наверное лучше. Потому что это все у наших ворот происходит. Еременко. Прострел. Лунев. Умничка в руки. Не успеем наверное мы последнюю свою атаку развить. Да. Нас ждет дополнительное время. 3-3. Зенит кое как спасает эту мячью с Ростовом. Мамаев. Итало. Удар в ближний. Лунев. Спасибо. Малком у мяча. Ну давай попробуем. Давай попробуем чем черт не шутит. Малком. Удар. Перекладина. Фантастика. И вот уже каркас ворот за Ростов играет. И по каркасам у нас 2-1 в пользу Ростова. Хорошо. Дюба. Бейли в штрафной. Дюба откатывает обратно. Малком. Навес. Да. Сюда. Ерохин. Бабурин. Со второй попытки фиксирует этот мяч у себя в руках. Напряжение велико. Но пока 3-3 после первых 15 минут. И смотрите. Абсолютное равенство по ударам. 14-14 и 7-7 в створ. Ну и на таблом счет явно доказывает эту статистику. Малком не торопится, потому что ищет варианты. Находит. Бариус пяткой на Ерохина. Здорово. Ерохин. Пас Дюби. Дюба. Решай, Артем. Кто, если не ты, должен выводить нас в финал Кубка России? Это фантастика. Это просто невероятный матч. Но пока даже рано говорить о победе. В таких условиях, по такому матчу, даже если мы забиваем на 113-й минуте. Пока рано говорить о победе. Хотя все игроки Зенита побежали и устроили кучу. Все легли на Дюбу. И даже тренер побежал. Все радуются, потому что понимают, что это может быть победа. Но пока что может быть, потому что еще 7 минут играть. Это фантастика. 4-3. 113-я минута. Артем Дюба забивает в самый нужный момент. Бейли. 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 Бейли пытается убежать от Хаджикадун. Чему это удается? Бейли. Передача. Дюба. Дюба. Ты что, издеваешься, Артем? Доброе утро. Ладно, счет 4-3. Еще, может, простить и можно будет. Если мы так задержим это преимущество. Ну как, Дюба здесь с двух метров не попал в ворота. Это большой вопрос у меня. Все. Невероятный матч. И браво, Зенит. Невероятный камбэк. Невероятный. Просто фантастика. 4-3. Зенит. Я пытаюсь придумать слово, которое может так рекомендовать, что они сегодня сделали с этой победой. Вымучили, выцепили. Я даже не знаю. Но это фантастика. Это камбэк с 1-3. С голом Бейли на 89-й минуте. И гол Артема Дюба уже. В добавленное время. Только я после такого матча боюсь ехать на Итихат. В параллельной встрече ЦСКА дожали в дополнительное время Краснодар со счетом 2-0. Это значит, что мы с ЦСКА встретимся в финале Кубка России. Я думаю, вы все прекрасно понимаете, почему я боюсь сейчас ехать на Итихат. Потому что мы столько сил потратили. Мы столько эмоций оставили. На поле в полуфинале с Ростом. Хотя у нас здесь отдых неделька, по-моему, было. Даже больше дней 10. Что не может не радовать. Но все-таки Тут скорее, я так понимаю Просто матчи сборных были. И поэтому не факт, что Ребята могут быть готовы. Нам предстоит матч с невероятно сложным соперником. С Манчестер Сити. Команда, которая Умеет очень здорово играть в футбол. Я так говорю, какие-то банальные истины. Как маленький ребенок. Действительно, если Пеп Гвардиола не начнет Что-то там придумать со схемами, с тактиками, Как это он делал в матче с Леоном в Лиге Чемпионов. То, в принципе, команда Пепа Это очень мощная. Это очень мощный клуб. Потому что вот такой состав у них Фонна сегодня с первых минут. Они купили Дракслера. Бернардо, Силос и Гуэра остались на скамейке. В глубоком запасе Лапорт, Зинченко. Даже Карпова они все купили с ССК. Не знаю, правда, зачем. Ой, ребята, вот это страшно. Это страшно. Потому что у нас, посмотрите на Запас сил наших игроков. Это очень плохо. Наше положение действительно сейчас начнется Просто становится угрожающим. Нам даже некого выпускать. Ну, здесь Кузяева. Ладно, меня с Азою выпустим. Ерохина вместо Бусаса. Да. Вот Даньку Прохина вместе с Ампаду. Но Ампаду не выйдет, потому что он тоже со сборных. У него сил нет. Это вот Даньку Прохина выпускать на такой матч Это очень рискованно. Ну и вроде все на месте. Можно еще Юрку Жиркова выпустить. Поменять его местами с Дреуси. И Дреуси с Сутормен сегодня два нападающих. Ой, не знаю, к чему у нас это приведет. Нет, давайте мы Малкома сделаем. Оттянутым форвардом Сутормен будет По старинке играть справа. Ну и давайте возьмем с собой Ракицкого. Вместо Ампаду. Ну и Азмун, Ракицкий, Бариус, Аздоев, Дзюба, Бейли. Короче, вся наша основа готова. Если вдруг чего случится. Выйти и попытаться что-то изменить в этой встрече. Честно я скажу, ребят, вам. После такого полуфинала у меня уже горло наизносит немножко. Это всего один матч был. А впереди матч Сити. На Этихаде. Ну, мне кажется, как бы мы не сыграли с Сити. За эти два матча. Зенит все-таки заслуживает достаточно теплых и лестных слов. За то, что вышли из группы. За то, что дошли до четвертьфинала. Но если мы, не дай бог, проиграем Сити, что более вероятно, но все-таки давайте верить лучше и верить в нашу команду до конца и поддерживать ее до конца. А поддержать вы можете, поставив лайк сейчас. Все-таки, ну, Сити явно сильнее нас. Чудеса случаются, но все-таки чаще всего бывает, что статистика, вот эта вот точная, может где-то грубая, сухая статистика и расклады на бумаге, они оказываются чаще всего лучше. И чаще всего они оказываются правы. Ну, в общем, давайте не будем нагонять сейчас на себя какие-то пессимистические мысли. И просто пойдем играть с Манчестер Сити, надеясь на лучшее. Ах, маловато у нас защитников в центре. Морес, разворот, передача, Джезус 1-0. Сити выходит вперед в вполне ожидаемом. Габриэль Джезус. 18-ая минута и кого-то уже вызванивает Джезус. Есть Морес, влетел в штрафную. Развернул и убрал Ловрана. Ну и в центре уже Джезус спокойненько переправляет мяч мимо Михаила Киржакова. Там это было дело техники. 1-0, но ответ Зенита. Сейчас идет Малком. Малком убирает двоих. Удар по воротам перекладина. Спасает Манчестер Сити. Хорош Дугласантос. Жирков и туда пасек надо выдать. Здорово Дреуси бежать. Дреуси. Атамеди мимо. Малком. Малком. Япона мать. Ну ладно, это правая нога была. У Малкома оно все равно обидно. Великолепный момент создали игроки Зенита. И досадно и обидно, что Малком промазал. Даже несмотря на то, что вроде как у него правая нерабочая нога. Бежит за ним Канцеллу. Тихо, 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 Дреуси. Хороший пас. Сутармин. Ёлки-палки. Спасает Эдерсон. Но Сутармин слишком как-то бесхитростно пробил. Прям по центру. Ну смотрите, Каломинди тоже. И у Стерлинга к перерыву сил не скажет, что прям совсем много осталось. Подача. Джезус. Мимо. Хороший пас. Малком. Передача. Сутармин. Дреуси с левенькой. Малком. Сутармин. Малком подбирает мяч. Сутармин. Они кое-как пытаются дотащить его до штрафной. Ну, кстати, зарабатывают таки штрафной удар. Но это тоже может получиться очень опасно, зная удар Малкома. Берет разбег бразилец. Удар поворотом. И... Эдерсон в руки забирает мяч. Но там тоже опять под перекладинку летело. Перерыв. 1-0. Мальчистер Сити обыгрывает пока Зенит. Но это, в принципе, ожидаемо. Тут ничего нового. И никакой катастрофы из этого нет. Но, тем не менее, приятно было сейчас видеть, что уже в концовке тайма у игроков Сити заканчивались силы. И, видимо, Пеп пытался как-то это все дело смиксовать. Пытался выстрелить вроде основу, а вроде и нет. Чтобы еще и отдохнувшие игроки были. Ну и в итоге... Пока так. Хороший пас! Передача нужна! Малком убрал! Да! Хо-хо-хо! Сюда его. 1-1. Малком! Сравнивает счет матча и сразу... Мертвая, гробовая тишина на Этихаде. Что, Сити, не ожидали? А мы вот так вот вам. 50-ая минута. 1-1. Зенит возвращает традицию забивать в начале второго тайма. И в какой важный момент они это делают. В четвертьфинале Лиги Чемпионов против Манчестер Сити. Здесь Малком. Передача. Забегает Дриуси. Простреливает. Пробегают защитники Сити мимо. Малком спокойно принимает мяч. И вторым касанием переправляет его в ближний угол. Ворот Эдерсона. 1-1. Если мы увезем 1-1 с Этихада, это будет нам за счастье. Я вам это гарантирую. Дриуси отнял мяч. Вот Аминди. Беги, Себа. Беги. Беги. Момент твой. Дриуси спасает Эдерсон, который вышел из ворот сократив угол обстрела. Ну извините. Перекидывать я так до сих пор и не научился. Минди. Подача, рикошет. Миша, что вы делаете, ребята? Спокойно. Давид Силва. Какой обидный гол. Забивает Давид Силва. Ну как обидно-то. Ну из нихрена момент привезли себе. Просто из нихрена. Как так-то? 62-ая минута. 2-1. Смотрите. Подача, Минди. Рикошет вот здесь. Ну все. Мишка забирает мяч. Куда ты, Прохин, лезешь? Своей культяпкой. Ё-моё. Куда ты лезешь? Мишка забрал бы мяч от руки. Все. Ничего этого не было бы. Нет. И вот здесь. Вот. Все. Культяпка. И мяч. От пятки пролетел между ног назад. Ну и пока Киржаков перемещался. По ширине ворот уже. Давид Силва нанес удар. И 2-1. Мы опять в отстающих. Глупый гол. Ладно, если бы что-нибудь такое Сити забили бы на классе. Мы бы все сказали. Да. Сити крутые и так далее. Ну и вот такую парашу-то пропускать это же не дело, ребята. Героохин нет. Давид Силва. Обратно пас Дебрюйна. Спасибо, Киржаков. Это читалось, но, к сожалению, никто перехватить не сумел. Довели дело до удара. Дебрюйна пробил. И спасибо Михаилу Киржакову. Он спасает нас. Дебрюйна разыграет мяч столько, что вычешуем Фернандиню. Дебрюйна и подача. Морез. И мяч приземляется на сетку сверху. Наверное, я очень зря так делаю, потому что Кисити это далеко не Тамбов, не Химки, не всякие такие. И они, и даже не Ростов, они точно будут наказывать за такие вольности. Дебрюйте пока 50 метров мяч протащил сам. Передача Малкому. Малком. Малком. Ушел от Стоун за удар по воротам на месте Эдерсон. Подача. Пас на мяч мог, во-первых, и в ворота залететь, во-вторых, его мог туда игрок Зенита переправить. Ерохин. Оставь. Дюба. Дюба. Дюба, 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 Дюба. Рикошет. Ты какой? Нет, не залетает, к сожалению. Караваев против Фотоменди проходит. Подачу в штрафную. Дюба. Лучший просто. 2-2 на спине у Дюбы. 2-2 загорается на Этихаде. Риск оправдан, ребята. Я пошел в атаку, хотел счет сравнять. Получите. Сити. 2-2. 85-я минута. С этим Сити можно играть. Показывают расстроенную Фернандиньо. А мы пока посмотрим повтор этой великолепной атаки Зенита. Здесь казалось, па слишком сильный от Амэнди отбирает этот мяч. Но Караваев продавил его, навесил в центр, где абсолютно одного оставили в Дюбу. Его оставлять одного в штрафной в 2-х метрах от ворот. Вот чем это опасно. Уже просто честно после матча с растом эмоции уже просто немножко не осталось. Поэтому сейчас нет этих диких криков. 2-2. Все. В оборону. В оборону. Держим. 2-2. Если будет в этом матче 2-2, я буду счастлив. Пас. Пас нужен. Дриуси. Беги. Убежал. В центре Азмун бежит. Дриуси. Реши сам. Дриуси. Добить Азмун, пожалуйста, из-под Атаменди. Как угодно. Нет. Добавил арбитр 4 минуты к этому матчу. Подача. Джезус. Выше. Все. Все-все-все-все. Все спокойно. 2-2. Зенит вырывает ничью на выезде в матче с Манчестер-Сити в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Это уже фантастика, по-моему. Мы более чем достойно били с Сити. Ну и, конечно, если вот давайте из области сослагательного наклонения, да, вот эти если бы ДКБ, вот, которые футбол не терпит сослагательных наклонений, но, тем не менее, давайте помечтаем. Если бы не эта ошибка Прохина, да, сейчас бы могли вообще выиграть, но, может быть, если бы не было бы этой ошибки Прохина, мы бы не пошли бы вот так в атаку и не получилось бы нашего гола Дзюбы. Результаты других встреч на ваших экранах. Ливерпуль обыгрывает Атлетика 1-0, Интер обыгрывает ПСЖ 2-0, мы играем Сити 2-2 и в ничью также играет Ювентус с Марселем, только они играют немножко поскромнее 1-1. Ну и мы сразу же отправляемся на матч против Тамбова. Команде сейчас нужен отдых. Но что-то отдыха у нас пока не получится, просто потому что у нас ситуация в чемпионате безрадостная. В которой как бы не до отдыха маленько, потому что нам предстоит еще погоняться в Спартаком, там осталось буквально игр 5, а мы так и держимся сзади от Спартака на расстоянии 3-х очков. И с одной стороны, Тамбов должен быть легким соперником, и мы должны на Тамбове расслабиться, как-то привести чувства, эмоции и силы в порядок после этих сумасшедших матчей с Ростовом и Сити. Но кто знает, вдруг вот это у нас сейчас расслабленность и наша эмоциональная и физическая опустошенность может сыграть против нас злую шутку, и как бы с Тамбовом придется его как не сладко. Но все эти домыслы мы сейчас оставляем при себе, мы просто сейчас это будем видеть. Честно, я вспотел. Я вспотел от таких матчей. Я очень надеюсь, что Тамбов там сейчас проблем не достает. Я прям молю бога, просто я не хочу, чтобы мы сейчас с Тамбовом занимались тоже цирком, точнее не цирком, а наоборот делали там триллер и так далее и тому подобное. Я просто хочу спокойно сейчас выйти и набрать 3 очка матча с Тамбовым. Аздоев! Пушечка! Дальняя, но мимо. Однажды он так забил. Быстрый гол и тут же на Газпром-арене, но сейчас, к сожалению, повторить это не удалось. Малком. Там забегает Дзюба. Пас пошел Азмуну! Какой сейф голкипера! А должно было быть 1-0. Все, наверное, уже подумали, что 1-0. Во-первых, блестящий пас Малкома. Ну и гениальная игра голкипера. Дрюси. Прострел. Дзюба набежал и не попал. О-хо-хо! Бьет Обухов через себя метров с 20 из-под Прохина. Не попадает в ворота. Но это очень странный момент, конечно, сейчас был. Подача. Азмун! Его попытка пробить ножницами. Но она так же, как у Обухова, не увенчалась успехом. Мяч прошел мимо ворот. Хорошо летит Азмун. Но здесь Юрганов. Азмун рикошет. Мяч у Малкома. Передача обратно Азмуну. И отбирает у него мяч! Спасает Шелли. Которая попытки удалось Азмуну накрыть Юргановым. Но Шелли на месте. Подача Ярослава Ракицкого. Эту квадрата на дальнюю штангу. Скидка в центр! Дзюба принимает! Ну нет, здесь такое большое скопление игроков в штрафной было, что тут Шеллин пробьет. Милкадзе. Милкадзе как убрал на ложном замахе Бореса! Милкадзе! Бьет поворотом на месте Лунек. Дзюба. Удар слева. Рикошет здесь может Азмун подкараулить. В итоге отскоки. Мяч остается у Зенита. Караваев. Заброс! Дзюба бить не дают. На подборе Зенит. Дрюси под правую зашел в штрафную. Штанга! Спасает Тамбов. Азмун! Рикошет в руки Шелли. Одну минуту арбитр добавил к первому тайму. И она истекла. Ну нет, это все конечно прекрасно, хорошо. Зенит доминирует. Зенит атакует. Зенит владеет преимуществом все цело. Но 0-0 немножечко все-таки смущает. Потому что если не дай бог сейчас все случится, и мы так не сможем там его вскрыть, или сыграем в ничью как-нибудь, или не дай бог проиграем, этот матч на Маухнице. Я более чем уверен. Потому что осталось сейчас там буквально 4-5 игр, в которых очки упускать нельзя. Сейчас одна потеря очков и все. И она просто... Наши попытки догнать Спартак превращает в пепел. Хороший пас! От Зюбы Азмун! Спасает Шелли. Подача Ярослава Ракицкого. Малком! Рикошет и гол! 1-0 Денит! Малком забивает на него этот гол. Засчитают. И опять Денит, и опять в начале второго тайма приходит гол. 48-я минута. Буквально вот развели с центра поля. И пошли. Раз атака. Спас Шелли. А дальше угловой, после которого Малком забивает. Из-под Титрашвили пробил Малком. А с этой камерой чувство, как будто даже никакого рикошета и не было. Как будто мяч отскочил от газона и влетел в ворота. Да, по-моему, это чистейший гол. Мяч просто от газона залетел в ворота. Тогда Малком вдвойне. Красавчик, вы знаете. Он у нас самый маленький, по-моему, в составе. И то, что он забивает головой при угловом, выиграв у кого-то вверх, это вообще вдвойне прекрасно. 1-0. Зенит, это все понятно, но сейчас у Азмуна был бы шанс делать сейчас 2-0. Ну, смотрите, у нас есть два варианта развития сюжета. Мы можем сесть в автобус и просто от обороны играть, пытаясь удержать преимущество. А можем продолжать давить на тамбов и попытаться забить второй. Вот не знаю, что сейчас предпринять, хотя сейчас очень близко было ко второму варианту и ко второму голу Зенита. Бариос, рикошет. На подборе Зенит. Мне кажется, без суперопасности Зенит сейчас тамбов не отпустит просто. В этой атаке отпускает. Хорошо, и Азмун вылетает. Давай, Азмун! Его Филин отталкивает. Азмун штрафной. Забивай! Слушайте, что это? Вот здесь Азмун не попадает. Так какого черта он как-то то ли пыром, то ли внешкой пытался отправить от мяч ворота. Что с Азмуном? Я его не узнаю. Почему у нас такие промахи? Невероятно обидные и глупые. А ведь не дай бог нам это сейчас может аухнуться. Костюков! Штрафной уже с мячом. Костюков! Подача! Вынос! Хорошо. Но вот тамбов начинает в последние минуты нагнетать. И тучки так возле ворот Зенита скучаются. Поэтому я, наверное, все-таки предпочитал сейчас забить второй и особо уже не мучиться, чем сидеть в автобусе и бояться. Трясись от каждой атаки тамбова, боясь пропустить на последних секундах матча. Когда уже, если вдруг пропустим, не дай бог, там уже ничего не исправишь. Триуси пас! Азмун! Забей здесь такой! Ну здесь хотя бы створ летело и Шелли отразил этот мощнейший выстрел. Сердара. И опять-таки я знаю, что это плохая минета. Примета. Менять игроков перед угловым. Но мы в этом сейчас нуждаемся. Без комментариев, ладно. Так, ладно. Ярослав Рагинский подает этот угловой. Подачу в штрафную. Удар головой! Спасает Стелли. Это бил головой Геройкин. Подбор за Зенитом. Пас направо. Дриуси. И слета! Сотрясает каркас ворот. Все. Зенит одерживает минимальную победу над Тамбовым с отчетом 1-0. И кто сейчас будет критиковать Зенит? Скажет, что Тамбов вроде как один из The Usider в чемпионате. И почему бы всего один из сумели им забить? Давайте все-таки мы вспомним, что было за плечами у Зенита в этой серии. Там и полуфинал с Ростовом. И матч Сити, который просто вымотали команду до нельзя. Статичку. Смотрите. 17-7 удары наши. 2-1 удар Тамбова. Поэтому вопросы должны сами себе сейчас отпасть. Сами собой они должны сейчас отпасть. Так. Выдыхаем. Спартак сыграл в ничью с Тульским Арсеналом 1-1. Это значит, что мы отстаем от них лишь на одно очко. Вот так-то. Сзади от нас в 9 очках ЦСКА. Ну и там уже с 13 Локомотив, 15 Ростов. Дальше уже не интересно. Да, Тамбов после этого поражения опустились на 14 место, пропустив вперед Сочи. Следующая серия у нас будет не менее горячо. У нас ответка с Сити в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Первый матч, напомню, 2-2. Но это вы все, конечно, сегодня уже видели. И нас при таких раскладах даже 0-0 устроится. Ну, конечно, играть против Сити, сидя в автобусе 90 минут, я не знаю, не уверен, что мы так сможем. Если в реальной жизни Зенит не сумел так с Баруси просидеть весь матч, а они там 78 минут и все, и кирдык. Ладно, в общем, посмотрим, что будет дальше. Вы под этой серией сейчас обязаны быстро накидать лайков. Просто максимальное количество лайков вы должны здесь набрать, потому что этот супер... Ой, господи, супер матч с Ростовом в Кубке России. Этот невероятный матч Сити, за который Зенит заслуживает аплодисментов. Ну, и за великолепный момент в матче Стамбул. Моя великолепная оговорочка тоже стоит вашего лайка. В общем, не забывайте, конечно, на лайк-точки, не забывайте подписываться на канал, не забывайте нажимать колокольчик, потому что вам могут не приходить уведомления о моих новых видео. С вами был, как всегда, Мигу. Увидимся в следующих сериях. Всем до скорого. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok